Друзья, несмотря на трудности, которые мы сегодня с вами переживаем в связи с коронавирусом, я всегда стараюсь замечать позитивное везде и во всем. Поэтому предлагаю вашему вниманию 10 позитивных эффектов пандемии. Итак, первое. Вам не нужно будет тратить деньги на новое платье или костюм. Обычно всегда на большой праздник, такой как Пасха или Рождество, часто люди ломают голову, что им одеть и где это найти. Представьте, сколько уйдет времени на то, чтобы найти новое платье, а потом его купить, а потом, возможно, придет идея обновить свежий наряд для всей семьи, а потом, наверное, стоит еще купить новые туфли. Ну, а если туфли, то, возможно, и новую сумочку. И представьте, друзья, сколько мы потратим времени на то, чтобы приобрести все эти наряды, чтобы найти это все, и сколько мы потратим денег на все это. Но у меня для вас есть хорошая новость. В данный сезон вам не нужно будет вообще тратить ни время, ни деньги, так как большинство из вас на праздник Пасхи вы останетесь просто дома, у ваших экранов, и будете смотреть трансляцию служений онлайн. Второе. Мы с вами стали больше проводить время в семьях. Стали больше общаться с нашими детьми и супругами. Так как большинство мероприятий отменились. Многие наши планы, поездки, все отменились. Даже некоторые бизнеса закрыты. Поэтому мы больше дома и больше вместе, больше с семьей. А в этом есть плюс. Третье, друзья. Мы стали кушать более здоровую домашнюю кухню. Так как многие рестораны закрыты, а наши местные власти даже рекомендуют нам никуда не ходить, а оставаться дома, то люди значительно меньше стали ходить в рестораны. А значит, мы стали кушать дома. В ресторанах, вы сами понимаете, много бывает GMO и часто такие не очень полезные добавки. А сегодня у нас дома есть свежая и более чистая пища. Поэтому я поздравляю вас, друзья, со здоровым питанием. Четвертое. Мы начали собираться и проводить семейные собрания. Особенно христиане, они действительно стали собираться на семейные молитвы. Например, в нашей церкви мы стали проводить семейный час молитвы каждый день в 8 часов вечера. И этим мы прививаем детям и семьям эту хорошую духовную привычку. В некоторых домах они свидетельствуют о том, что их дети, они по очереди читают Библию, по очереди проповедуют. И этим мы развиваем нашу домашнюю церковь и больше проводим наши семейные духовные общения. А это очень позитивно. Пятое, друзья, мы с вами стали больше отдыхать. У нас появилось больше свободного времени. Раньше, я думаю, вы согласитесь, мы жили просто в бешеном темпе. Скорость жизни была настолько великой, что мы пытались успеть все и везде. А сейчас темп жизни значительно снизился. Многое-многое в жизни отменилось. И все наши планы перечеркнулись. И мы стали больше высыпаться и отдыхать. Шестой позитивный эффект – это то, что мы стали меньше тратить деньги. Меньше ездим, меньше куда-то ходим. И в связи с ситуацией, анализируя всю неизвестность, которая грядет, анализируя экономическое шаткое положение, люди стали меньше тратить. А еще более мудрые стали даже вообще не тратить, а стали больше собирать. Ситуация нас просто вынудила по-другому посмотреть на все наши материальные расходы, на все наши мечты, планы и затраты. И в этом тоже есть позитивный эффект. Седьмой – мы стали иметь больше родительского влияния на наших детей. Почти все школы закрыты. И сегодня, как вы знаете, дети в основном учатся дома. Раньше дети проводили в школах 6-8 часов. И родителям оставались уже всего лишь остатки времени. Но сегодня дети с родителями проводят намного больше времени. И влияние родителей колоссально увеличилось. Дети даже не ездят к друзьям в гости, не ездят на разные пари. И родительское влияние, оно повысилось. А в этом тоже есть большой плюс. Плюс восьмое, друзья, все второстепенное отпало. Очень много суеты просто ушло. Мы в жизни до этого так много суетились. И так много были заняты. Некоторые вещи, казалось, просто нельзя без них жить. А сегодня, оказывается, можно. И у нас сегодня осталось главное. Остался Бог и семья. И в этом есть позитивный эффект пандемии. Девятое, друзья. Мы стали больше верить Слову Божьему. Да, подчеркиваю, верить. Возможно, мы и до этого его знали. Но сейчас мы стали больше его изучать. Особенно изучать о последнем времени. И мы заметили, что Библия ожила как-то по-другому в наших сердцах. Мы стали по-настоящему верить в то, что в Писании было написано. Завтрашний день не в твоей власти. Мы об этом знали. Но сегодня мы стали свидетелями, как буквально за пару недель глобально ситуация просто в мире изменилась. В Писании написано, не полагайся на разум свой. В Библии сказано, когда планируешь, помни и говори, если Господу будет угодно. И сегодня это как никогда актуально. Мы с вами стали больше заглядывать в Писание и больше стали верить Писанию. А это очень позитивный эффект. И десятое, друзья, сегодня мы видим массовое христианское влияние и распространение в интернете. Хотя это было вынуждено, но все равно, заметьте, какой это плюс. Раньше тоже были христианские ресурсы в онлайн, но сегодня, друзья, это в разы, в разы, в разы больше. Представьте, сколько христианского духовного содержания появилось в сетях. Это еще один новый метод влияния в этом мире. Это тоже позитивно. Здесь в Америке есть такая шутка. Люди, которые идут и проверяются на вирус, чтобы узнать, есть у них он или нет, один человек сказал так. Человек оказался позитивным, а ему посоветовали, оставайся позитивным, но в духе. Этого я вам, друзья, желаю. Всегда, везде оставайтесь позитивными. А если вы верующий человек, то тем более. Писание призывает нас и говорит, всегда и за все благодарите. Еремии 15.19 написан очень глубокий и актуальный урок для нас. Там сказано, извлекай драгоценное изничтожного. То есть находи, ищи полезное и хорошее в самых трудных, в самых болезненных, в самых отвратительных обстоятельствах. Будьте такими людьми. Я вас к этому призываю. И, наконец, друзья, я хочу поздравить всех христиан с этим великим светлым праздником Пасхи. Друзья, Христос воскрес. И никакие земные обстоятельства никогда не влияют на вечность. В Писании сказано, если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна. Тщетна и вера наша. Но Христос воскрес. Поэтому наша вера, она не напрасна. Христос не просто воскрес, но Он царствует. Он на троне. Он над всеми царями и президентами. И сегодня Он продолжает контролировать всю землю. Поэтому, друзья, расслабьтесь. У Бога все под контролем. Наш Бог воскрес, а значит, Он живой. И это повод для радости. Я вас с этим праздником Пасхи поздравляю и благословляю. Христос воскрес.